Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск про вдених пенальти, поэтому перейдите по ссылочке в описании, посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарий, давайте вместе продвигать это. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него тоже есть в описании под этим видео, обязательно переходите, подписывайтесь, давайте вместе добьем 40 подписчиков. Ну что же, мы сегодня продолжаем, сегодня у нас выездная игра в Тулу, домашняя против Урала и домашняя в Лиге Чемпионов против Амстердамского Аякса. Интересны, конечно, соперники сегодня, посмотрим, что из этого вообще выйдет. Ну и, кстати, вот Тульский Арсенал, сейчас мы против них будем играть, идут на 10-м месте, мы боремся, так сказать, за единогласное первое место, поэтому давайте будем переходить, собираем наш состав. Ну что же, вот таким мы составом выходим, заменили только вот Пикфорда, вышел Лунев, также Ракицкого заменили, вышел Оссорио, заменили Караваева, вышел Терентьев и заменили Паласиуса, вышел Фил Фоденс. Капитанская повязка сегодня у нас будет Билл Марбариус, ну что же, мы заряжены по полной, вы знаете, интересная игра. Арсенал Тула против Зенита, поехали. Итак, Арсенал Арена, мы в городе Тула, Зенит сегодня намерен победить четвертый раз подряд в чемпионате, у нас пока что три победы из трех, посмотрим, что у нас из этого дальше выйдет. Пока что первое место там мы делим с ЦСКА, с Краснодаром, если я не ошибаюсь, и со Спартаком. Вроде как четыре команды сейчас борются за первое место, поэтому нужно продолжать, во-первых, выигрывать и надеяться на оплошность уже одного из своих, так сказать, преследователей и соперников. Сердар Азмун, замечательный, и на Чалова передача, и Чалов забивает, это 1-0, 21-ая минута. Федор Чалов открывает счет в матче Арсенал против Зенита, 1-0, гости выходят вперед, замечательно. И удар от Дриуси, и это гол. На 94-й минуте, уже на последней секунде буквально мы продолжали эту атаку, и Себастьян Дриуси завершает сегодняшний матч замечательным голом, ставит жирную точку, но здесь очень хорошо решили мы доиграть этот угловой. В один пас практически все это мы быстро сделали, ну и здесь Дриуси с небольшой такой обработочкой пробивает, делает счет 2-0, ну а на себя, кстати, вот, я так понимаю, Мостовой записывает голевую, только вот вышел на последние 5 минут вместо Сердара Азмуна и отдал сразу же голевую, замечательно. Свисток, наверное, финальный сейчас уже сразу будет, да, 2-0, Дриуси и Чалов забивают в сегодняшнем матче, лучшим, скорее всего, стал Чалов, все-таки его сейчас нам показывают, сейчас мы это с вами вместе узнаем. 8 ударов, 4 в створ было, всего лишь 2 гола мы забили, да, Чалов игрок матча, 7-5 у него оценка. Ну и вот голевую отдал Азмун, и голевую отдал как раз вот Мостовой. Так, после четвертого тура мы, кстати, единственные две команды с ЦСКА, так понимаю, мы только с ними и делим первое место, там ни Спартак, ни Краснодар, хотя могут они же и проиграть сейчас, правильно? Вот Краснодар, мне кажется, проиграл свою игру, вот, поэтому мы с ЦСКА сейчас на первом месте, у нас разница мячей плюс 6, вот, но только вот, наверное, потому что у ЦСКА 7 забитых мячей, и один пропущен только, наверное, из-за того, что больше забитых, а не на первом месте. Но хотя бы мы еще ни разу не пропустили, слава богу, в чемпионате в этом сезоне. Итак, что у нас здесь по команде Чемберса хотят продать нам за 8 миллионов? Ну, за 8 миллионов, в принципе, но мне все равно не хватает. Давайте вот так, ребят, пожалуйста. Я не знаю, что еще, может, ему надо там предложить? Я не знаю, ну вроде как, на него это никак не будет сильно влиять, поэтому давайте вот так. А что, компенсацию можно ожидать, здесь повышать? Все такое, давайте мы, это я не знаю, либо уберем, потому что вдруг сейчас распсихуется. Поэтому все, отправим вот такое предложение, нам просто не хватает чистых денег. Нам нашли центрального защитника еще одного, это у нас Савич, но 30-летний нам, к сожалению, не нужен, поэтому будем ждать дальше. Жизус полностью выстрел, нам сказали замечательно. Ну что же, сейчас у нас игра против Урала, они идут ниже 10-й строчки сейчас, поэтому соберем команду, мы все-таки играем дома, посмотрим, какой сегодня состав вообще выйдет. Я, наверное, даже Прохина выпущу, чтобы перед Лигой Чемпионов, там Ловран отдохнул. Кругового выпущу вместо Дугласа Сантоса. Ригони также выйдет вместо Малкома. Так, мостового хотел я на самом деле выпустить, но я так вижу, не получится. Ну, я не знаю. Давайте так же вот Азмуна и оставим на поле. Подустал и он. Поэтому, все, выходим вот таким составом. Заменим, наверное, во втором тайме Азмуна, чтобы он был готов к Лиге Чемпионов. Зенит-Урал, поехали. Итак, Зенит-Урал, интересный матч. Посмотрим, получится ли сегодня у Урала сенсационно обыграть Зенит, либо просто отобрать у них очки. Потому что Зенит пока что 5 матчей, да, мы вроде 5 из 5. Нет, 4, да, сегодня у нас только 5-й тур. 4 стартовых матча в чемпионате России мы выиграли. Ни одного мяча мы не пропустили. В 4-х матчах забили 6 мячей. Поэтому это замечательная статистика для нас. И гол. Урал нам забивает. Первый мяч, который мы пропускаем в этом сезоне, именно в чемпионате, мы пропускаем дома от Урала. Просто верховая подача. Пикфорд вообще не контролировал, я так понимаю. Удар рядом с ним прям был. И Жезус забивает. Это его возвращение в строй. 55-я минута. 1-1. Габриэль Жезус вернулся на поле и забил. Отлично. Рисковали мы, конечно, что не войдет в нужный лад сразу же после травмы Габриэль Жезус. Но вот здесь отлично. С нерабочей левой ноги он переигрывает голкипер. И у нас еще даже есть время на то, чтобы забить еще один Уралу и уже повести в счете впервые за эту встречу. И 10 минут остается до конца матча. Опасный момент сейчас и потащил. Но вот сейчас на добивании, естественно. На добивании, естественно, первый Урал. Защитники, я не знаю, куда все пошли. Ну а мы проигрываем. И сейчас, скорее всего, будет это наше первое поражение в чемпионате. Гусейнов забивает нам дубль. И все. Наше первое поражение в чемпионате. Гусейнов забивает дубль. И Урал одерживает сенсационную победу на Газпром-арене. Три удара у них, три в створ, два гола. Хорошая результативность. У нас плохо, как мы видим, сыграл Прохин. Круговой. В полузащите Паласиус. Дреуси в нападении вместе с Ригони. Поэтому как-то так. Ну что же, пятый тур заканчивается. И после пятого тура мы опускаемся аж на пятую строчку. Кстати, ЦСКА тоже проиграли в этом туре. И теперь, смотрите, пять команд, у которых такая вот результативность. Двенадцать очков за пять туров. Лучшая результативность, как мы видим, по голам, я так понимаю, здесь. Либо, я не знаю почему еще. В общем, на первом месте теперь у нас Рубин. Зенит опускается на пятое место. Мы хуже всех, как будто из всех команд, которые вот выиграли четыре. И проиграли один матч. Поэтому сейчас у нас будет Лига Чемпиона. В любом случае, в сегодняшнем выпуске мы уже никак не изменим ситуацию в чемпионате. Так, ну давайте мы, скорее всего, нам снова вот это не дают купить Чамберса. Давайте тогда 10% попробуем от перепродажи его. Арсеналу отдадим. Потому что нам нужен в любом случае хороший центральный защитник. Тем более, помоложе такой. Шамродов восстановился от травмы замечательно. Ну и теперь у нас последняя игра на сегодняшний выпуск. Играем мы против Аякса. Как там у нас дела обстоят вообще в Лиге Чемпионов сейчас. У нас только вот единственная, да, победа была над Пауком. Но сейчас посмотрим. Вторая строчка играет против третьей. Ну и собираем наш состав. Ну что же, вот таким составом мы выходим. Поменял только Дривуси. Потому что Дривуси какая-то не такая форма прям. Вот таким составом мы выйдем. Так, надо вот здесь шамродово вот так вот поменять. Все. Вот таким составом мы выходим. Надеюсь, у нас все получится с ребятами. Зенит против Аякса. Домашняя игра. Второй тур Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, небольшой какой-то туман на Газпром-арене. Надеюсь, матч сегодня это не сильно помешает. Зенит против Аякса. Второй тур Лиги Чемпионов. Поехали. Неплохо. Сердар Азмун. В ближний угол пушкой вколвачивает мяч. 19-ая минута. 1-0. Зенит выходит вперед в матче Лиги Чемпионов против Амстердамского Аякса. Сердар Азмун открывает счет в сегодняшнем матче. Так бы с Уралом бы играли. Ну вот здесь вот подкарулили мы эту ошибку. Аякса, можно сказать, наказали их за потерю мяча и Азмун с левой ноги и заштрафнуть. Причем еще и пробивает в ближний угол. Пушка страшная. Прям как у Колодина была. И все. Мы выходим вперед. Болельщики, я надеюсь, довольны. И Габриэль Жезус ставит точку. Мне кажется, это уже точно точка. 61-ая минута. Габриэль Жезус вернулся окончательно. Два матча у него в старте. Два забитых мяча. Ну и снова он вроде забивает у нас в Лиге Чемпионов. Ну это понятно было. Дейли Блин. Не понять, с какого там расстояния, но забивает. 2-1, 72-ая минута. У Азмуна не проходит передача и вторая уже, но мяч остается у Зенита в любом случае. Здесь Жезус хорошо пробрасывает удары. Это гол 3-1, 83-я минута дуба Габриэля Жезуса. Ну все, этот парень вернулся. И Малком еще забивает в ближний угол. Как шедеврально сейчас. 91-ая минута. 4-1. Зенит громит. Амстердамский Аякс у себя дома. Замечательно. Жезус записывает на себя сейчас голевую передачу. Здесь самому трудно было, мне кажется, бы пробивать. Ну как здесь сыграл Малком, а? Просто был открытый весь дальний угол, но он решил пробить в ближний. Голкипер, наверное, сам не ожидал этого. Ну и все. Зенит добивается очень уверенной разгромной победы. 4-1. Плюс 3 мяча в, так сказать, нашу копилку в группе Лиги Чемпионов. Поэтому сейчас, мне кажется, мы должны быть на первом месте после этого матча. Посмотрим. В любом случае, там Андерлэхт вроде обыграл тоже Аякс, если я не ошибаюсь. Поэтому все. Разгромная победа 4-1. Дубль Жезуса. Гол Азмуна и Малкома нам приносят как раз победу. Единственное, гола мы пропустили со штрафного. Ну, кстати, все очень хорошо отыграли. Ниже 6-0. У нас оценки нету. Супер. Так. Ну и мы, да, на первом месте теперь. У нас, кстати, разница одинаковая с Андерлэхтом. 6-1 забитый и 1 пропущенный. Но не суть. В любом случае, на первом месте нам играть третий и четвертый тур против Андерлэхта. Поэтому это тоже будет интересно. Борьба сейчас точно будет за первое место, мне кажется, в этой группе. Ну, а на сегодня все. Давайте посмотрим, с кем нам предстоит сыграть в следующем выпуске. Мы будем играть в Сочи на выезде. А на выезде в Бельгию мы поедем против Андерлэхта и дома против Краснодара. То есть матчи очень даже интересные. Так, кого нам еще нашли скауты? Давайте посмотрим. Так, Коча нам нашли. 25-летний немец из Лица. Ну, кстати, тоже рейтинг 80. Если с Чамберсом что-то не получится, посмотрим. Ну и Тилу Кэррера, 25-летнего немца из ПСЖ. Так, ну и что там по Чамберсу у нас? Все, отклонили они это предложение. Поэтому давайте мы попробуем как раз вот этого Коча, наверное, подписать. Так, общий рейтинг, да, по убыванию. Наверное, так будет лучше. Так, ну на Диопа нам точно же не хватит. Давайте попробуем Коча. Сколько у него роста? Там 192, кстати. Нет, неплохо. Так, ну таких денег у нас точно нет. У нас очень большой как раз зарплатный бюджет. Поэтому я не знаю, кого нам надо продавать. Ферру из Бенфики. Кстати, почему бы и нет. Так, ну и перепродажу 15. Сделаем процентов. Лишь бы нам просто хватило. Сколько у него роста? Тоже высокий, кстати. Поэтому пока что у нас никто не уходит. Так, сборная месяца Азмунычалов попали. По тренировкам мостовой плюс 2 к рейтингу замечательно. Паласиус плюс 1. Ну и остальные там молодежка. Ну неплохо, неплохо прям так мы идем. Поэтому я бы хотел сейчас посмотреть, как у нас там по нашим возрастным игрокам. Так, Ракицкий выставлен. Манчетер Найдет и Ливеркузинский Байер им интересуются. Поэтому мы будем нас ждать. По Ловерну пока что мы предложений не получаем. Хотя я бы и Ловер был бы тоже сразу выставить. Вдруг кто-то, один из них, быстрее уйдет. Деньги нам в любом случае нужны. Они оба возрастные игрока. Поэтому вот. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жить. До новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok